Первая поездка будет стоить в следующем году 30 рублей, вторая поездка будет бесплатна. Хочется понять, насколько администрация Тюмени готова к такой ситуации? Если человек сохранил билет, выбросил билет, это не имеет никакого значения. У тебя есть карта, у тебя нет вопросов. Самый удобный, самый надежный, это именно общепользовательская карта. Действительно, мы давно к этому шли, этого у нас не было. Это будет происходить все в автоматическом режиме. Вот эта скидочка 1 рубль, она? Да, она сохраняется. Такого у нас еще не было. С Нового года в Тюмени начинает действовать пересадочный тариф. Он позволяет совершить две поездки по цене одной в течение 60 минут. Суть нововведения понятна, но мы сегодня обсудим детали. В студии программы интервью заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Денис Квитко. Лиз Сергеевич, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. На все ли автобусы будет распространяться действие этого пересадочного тарифа? Да, на все городские автобусы. И на большие, и на автобусы малой вместительности, и на маршрутки. Абсолютно верно. Денис Сергеевич, у нас в Тюмени несколько тарифных зон. Как будет строиться оплата вот этого тарифа с учетом вот этих вот отдаленностей от города, с учетом тарифных зон? Ну, на примере первой тарифной зоны, например, это там, ну, условно, какой-то поселок московский возьмем. Если сейчас пассажир, когда едет в город, он платит 39 рублей, да, пересаживается, платит еще 30 рублей. При введении пересадочного тарифа первая поездка также будет 39 рублей с нового года, да, а вторая поездка будет бесплатная. Когда такой человек едет домой, обратно из города, соответственно, за первую поездку он платит 30 рублей, а за вторую поездку уже платит только 9 рублей. То есть 30 рублей городской тариф компенсируется. За тарифную зону он все равно продолжает платить. Каждая тарифная зона, да, она у нас будет с 1 января 9 рублей. Все 6 тарифных зон будет 9 рублей? Ну, каждая тарифная зона 9 рублей. Первая 9, 18 и так далее. А чтобы поспользоваться этим пересадочным тарифом, нужно иметь общепользовательскую транспортную карту? Да, обязательным условием использования пересадочного тарифа является наличие общепользовательской карты. А насколько трудно или легко ее получить? Получить ее можно, она свободно продается. Сейчас это Котовского 52. В дальнейшем мы сейчас, ну, ТТС, наше акционерное общество работает над тем, чтобы географию расширить. Это возможность распространения карты в автобусах, в ТРИЦе, возможно, в МФЦ, возможно, в киосках, которые у нас раньше были, Роспечать, да, сейчас тоже переговоры ведутся, чтобы возобновить продажу вот именно вблизи остановок, чтобы людям никуда не нужно было бы ездить дополнительно, а именно при совершении поездки, там, до поездки они могли карту приобрести. Эта карта просто покупается, ее не нужно там оформлять документы, подавать. Просто пришел и купил. Все верно? Да, просто пришел и купил. Насколько широк сегодня спектр возможностей для пополнения этой транспортной карты? Насколько это удобно и комфортно пассажирам делать? Ну, сегодня это банковские приложения, система быстрых платежей, сайт ТТС, то есть, в принципе, все относительно доступные способы, они присутствуют, и карту пополнить довольно-таки легко. То есть, если раньше это у нас были только стационарные терминалы, да, которые стояли в городе, сейчас это все-таки сделать гораздо проще, не выходя там куда-то на улицу, да, сейчас вот холодно, то есть, в тепле можно свободно взять, там, пополнить в пару кликов буквально. Денис Сергеевич, давайте представим такую ситуацию, что одновременно, там, не знаю, 2-го, 3-го, 4-го января большое количество тюменцев обратятся для покупки вот этой общепользовательской транспортной карты. Хочется понять, насколько администрация Тюмени готова к такой ситуации, сколько, там, не знаю, карт этих есть в запасе. Сможете ли вы удовлетворить спрос всех горожан, желающих? Ну, сейчас в наличии у нас достаточное количество карт, они к первому числу будут по разным точкам уже рассосредоточены, и, соответственно, люди уже могут в разных местах, которые мы анонсируем дополнительно, я думаю, и не раз анонсируем до первого числа, и они могут свободно, там, в какой-то, в самой ближайшей пешей, там, доступности приобрести эти карты. А вот карточки-то транспортные теперь вот такие красивенькие у нас, да, будут? Это какой-то новый тираж совершенно, давайте покажем, потому что они раньше, прямо скажем, были такие достаточно, ну, стандартные какие-то, а тут вот прямо с городом, с красивыми пейзажами. А вот еще я смотрю здесь, QR-код, это что за QR-код? Да, это QR-код, он перенаправляет на сайт ТТС, на сайте ТТС все способы оплаты, то есть переход в банковское приложение, через систему быстрых платежей, также пополнение непосредственно с сайта, то есть это туда, с помощью этого QR-кода можно перейти и, как бы, дистанционно пополнить карту. Ну, то есть это буквально, получается, в два клика перевел. Понятно, очень красиво, очень удобно, это, конечно, радует. А сколько у нас сейчас общепользовательских транспортных карт уже у людей на руках есть? У нас сейчас порядка 11 тысяч карт, из них активных порядка 8 тысяч. Вот этим людям, 11 тысячам человек, им нужно что-то переоформлять, перепрограммировать, нести в ТТК, там, как-то обновлять? Нет, им ничего делать не нужно, но заблаговременно, если человек долго не пользовался карточкой, лучше попробовать ее пополнить и совершить оплату ей в автобусе, собственно, чтобы проверить, она не потеряла ли свою работоспособность. То есть давайте еще раз важную мысль подчеркнем, что пользоваться пересадочным тарифом можно только при наличии общепользовательской транспортной карты. Если ты платишь банковской картой, если ты платишь наличными, то тогда тариф не включается. Да, совершенно верно, только общепользовательской картой. Тут хотелось бы еще пояснить, у нас много сейчас в интернете вопросов возникает по поводу того, почему нельзя это все сделать через банковскую карту. У нас в автобусах идет не онлайн оплата, то есть кто платит сейчас банковской картой, они наверняка замечают, что им смс о списании, оно приходит с некой задержкой, не мгновенно. С общепользовательской транспортной картой такого нет. То есть вы заплатили, у вас 29 рублей списалось, но сейчас 29, с нового года 30, списалось сразу же. Соответственно, отчет вот этот 60-минутный для бесплатной пересадки, он понятный и для всех одинаковый, потому что это происходит мгновенная оплата. По банковским картам тут очень много нюансов по их, именно по процессингу, по тому, когда происходит оплата. Соответственно, вот эти 60 минут, они, их невозможно технически проконтролировать и отследить, как, с какой, с чьей картой и в какой момент там времени у человека происходит вот это списание. То есть это сделано не потому, что мы хотим там дополнительно реализовать населению какое-то количество карт, да, это просто технические особенности, которые в настоящее время на банковских картах мы в городе реализовать не можем. Со временем, конечно, возможно, да, если мы перейдем на какое-то другое программное обеспечение, какие-то терминалы будут другие, этот вопрос, он прорабатываться будет, его никто не оставляет, не забывает, но на сегодняшний день вот самый удобный, самый надежный, я бы сказал, что важно, наверное, что надежный, да, способ, это именно общепользовательская карта. Ну, опять же, для удобства пассажиров, чтобы не было вопросов, банк списал, не списал, сейчас списал, потом списал, то есть у тебя есть карта, у тебя нет вопросов, так что я думаю, что здесь все очень разумно. Скажите, пожалуйста, как будет фиксироваться, еще раз прямо в деталях, вот эти 60 минут, кто их будет контролировать? Как водители, кондуктор второго автобуса будут узнавать о том, что я купила уже билет, мне этот билет сохранять надо? Вот как это технически будет выстроено? Это будет происходить все в автоматическом режиме, например, человек сел в 7 утра в один автобус, совершил оплату, то есть у него в 7 утра совершена первая поездка, в течение 60 минут, то есть до 8 часов утра, он может воспользоваться бесплатной пересадкой. Показывать кондуктору, водителю другого транспортного средства ничего не нужно, то есть совершая оплату второй раз картой, происходит автоматическая фиксация второй поездки, и, собственно, бесплатная пересадка так и происходит. То есть сажусь в автобус, оплачивая, сажусь во второй автобус, прикладывается карта, и с карты уже ничего не списывается, и на терминале у кондуктора она видит, что оплата была произведена. Да, совершенно верно. То есть мне не надо никакие билетики не сохранять, ничего. Сейчас мы еще прорабатываем момент, чтобы на билетиках писалось время, то есть вы можете, сейчас будет подписано уже, внизу билета будет написано, что вы можете воспользоваться бесплатной пересадкой, и там некий счетчик сейчас коллеги прорабатывают, чтобы включалось, ну, это так, визуальное восприятие человеку может как-то помочь, но это не обязательно. То есть если человек сохранил билет, выбросил билет, это не имеет никакого значения. Кому интересно, может понаблюдать, как это работает, кому не интересно, собственно, билет не обязательно хранить для окончания второй поездки. Пересадочный тариф – это, конечно, очень неплохая экономия для жителей города, это прекрасно, но, с другой стороны, не опасаетесь ли вы, что будет какое-то выпадение в бюджете, да, потому что автобусы нужно заправлять, автобусы нужно ремонтировать, их нужно обновлять. Не скажется ли это на качестве транспортного обслуживания населения в нашем городе? Ну, у нас для перевозчиков абсолютно ничего не меняется, то есть вторая поездка вот эта, за которую не платит пассажир, за нее платит бюджет, то есть это все вот эти расходы перевозчиков, они перевозчикам будут компенсироваться, и, соответственно, для них ничего не меняется, чтобы либо платит человек, либо платит из бюджета, ему попадают деньги, то есть для него количество транзакций, оно оплачивается 100%. Эта мера, она, скорее всего, направлена на поддержку именно граждан, чтобы граждане могли более экономно для себя, да, передвигаться по городу на общественном транспорте. Скажите, пожалуйста, что касается цены? С нового года на рубль цена возрастает, сколько цена по карточке? Будет 30 рублей с 1 ноября, сейчас 29, будет 30. То есть для тех, кто платит наличными 31, для тех, кто платит банковской картой или транспортной картой, вот эта скидочка 1 рубль, она? Да, она сохраняется. В этом плане не меняется ничего. Транспортные карты у нас, Денис Сергеевич, есть еще у школьников, есть у студентов, есть у пенсионеров. Как они с этим пересадочным тарифом сталкиваются, не сталкиваются? Для пенсионеров поездки сейчас бесплатные, 100% пенсионеры, им пересадочный тариф, наверное, не понадобится. У школьников у нас определенное количество поездок на школьной транспортной карте записывается ежемесячно, в зависимости от количества учебных дней. Например, если 22 учебных дня, то у школьника есть 44 поездки. После того, как школьник 44 поездки изъездил, его карта становится условно-общепользовательской. То есть родитель может положить туда дополнительно условно определенную какую-то сумму денег, и с этой суммы денег будут списываться поездки, как обычно у другого пользователя, у любого другого пассажира. Первая поездка будет стоить в следующем году 30 рублей, вторая поездка будет бесплатна, ну и так далее, пока опять не включится у него счетчик. То есть когда закончится, настанет новый месяц, у него, соответственно, опять подключается этот счетчик с определенным количеством поездок, две в день, и у него тогда пересадочный тариф выключается. Ну и так каждый месяц происходит. Ну в каникулы, воскресенье, то есть это тогда, когда счетчики не работают, когда платятся. Условия сохраняются прежние, но как только лимит исчерпан, и если деньги на карточке есть, то он пользуется пересадочным тарифом. Да, совершенно верно. Ну это очень удобно, конечно, если учесть, что у нас дети на тренировке и в музыкальной школе, и в школу кто-то далеко ездит. А студенты? У студентов у них такая же карта, у них принцип работы такой же. Это такой, знаете, пересадочный тариф, это главное нововведение, мне кажется, 2024 года в Тюмени. Действительно, мы давно к этому шли, этого у нас не было. А что еще нового, интересного, качественного появится в транспортном обслуживании населения в Тюмени? Ну вы знаете, что у нас приобрел город совместно с регионом по федеральной программе 34 автобуса новых. Они сейчас готовятся как раз выйти на линию, в ближайшее время на линию не выйдут. На самые такие востребованные у нас маршруты. Кроме того, пересадочный тариф начинает работать, да, мы, наверное, будем смотреть в сторону расширения тарифного меню. То есть это, ну, какую-то аналитику за 2024 год мы получим, как у нас народ стал передвигаться, как население, поменялись ли привычки транспортные у людей. То есть все еще они ездят, только работа, дом, дом, работа. Или, возможно, у нас количество поездок в выходные дни увеличится. То есть люди уже начнут пользоваться общественным транспортом по каким-то таким, ну там, на культурные какие-то мероприятия ездить, досуговые, да, погулять в город съездить. То есть начнут пользоваться автобусом. Соответственно, если у нас вся эта история пойдет в дальнейшем, мы будем развивать тарифное меню. То есть тарифное меню – это такой популярный довольно-таки способ популяризации, скажем так, общественного транспорта, да. Чем больше людей пользуются общественным транспортом, тем меньше у нас автомобилей в центре. И тем меньше пробок у нас. Пробок, экология. То есть это очень, ну, такие факторы, влияющие на качество нашей жизни. Кстати, последние полтора, наверное, два года часто очень слышу от коллег, от друзей, от знакомых, не буду, говорят, я лучше брать машину, на автобусе поеду. Быстро, комфортно, ждать долго не надо. Так что это вот такой подспудный комплимент системе общественного транспорта. Что касается маршрутов, Денис Сергеевич, в новом году что у нас будет? Какие новые? Планируется маршрут в микрорайон Новая Комарова. Там у нас сейчас транспорта нету, там обустраивается инфраструктура для того, чтобы общественный транспорт мог работать. Соответственно, это, наверное, самая ближайшая перспектива. Плюс ряд маршрутов у нас будут скорректированы с будущего года, да. То есть у нас маршруты некоторые будут, ну, мы проанализировали ряд маршрутов, которые у нас длинные, которые долго едут, на них пассажиров мало поэтому, потому что чем реже ходит маршрут, тем меньше у него пассажиров. Человек все-таки хочет ездить, чтобы автобус ездил часто. Соответственно, вот такой некий симбиоз, да, если чуть-чуть маршрут укоротить и запустить его почаще на нем, люди становят, ну, людей больше ездят. Да, это и для общественного транспорта хорошо, для перевозчиков. С пересадочным тарифом это еще и экономно будет. Да, это будет экономно. Денис Сергеевич, я в завершение хотела бы пожелать, чтобы все получилось. Ну, и как только какие-то первые данные по тарифу будут, приходите, будем обсуждать темы интересные. Спасибо большое.